Очень важная тема, молитва. Очень важная тема у нас сегодня, который всегда двигается на задний план, в нашей жизни, в жизни и церкви. Но мы должны понимать одну вещь. Что слово Божье, оно серьезно, и есть некоторые вещи, на которые должны обратиться в внимание больше, чем на какие-то другие вещи. И тогда говорят люди, зачем молиться вообще? Почему нужно молитвы? Божье так все знает, что он знает наши нужды. Но если бы было бы так, Иисус бы не говорил, что «Отец ваш знает, в чем вы испытываете нужды». Иисус бы не сказал, что вы знаете, что вы можете найти какие-то технологии? Ну и Дитя и Малитис, да? Но, а также, если бы вы считаете и агутете? С одной стороны, с другой стороны я открываю Марка 13 главу. Мы должны относиться к словам Иисуса более серьезно, чем к словам людей. Когда люди просто что-то говорят. Посмотрите, 26 стих. Тогда увидят сына человеческого, грейдущего на облаках силу и многую славу. 32 стих. Аднежит омели часы никто не знает. Ни ангелы, ни небесны, ни сын, но только отец. И дальше продолжает. Поэтому смотрите, бодрствуйте и молитесь. Потому что не знаете, когда наступит это время. Теперь вопрос. Кто из нас может знать это время, когда придет Иисус? Он сам говорит об этом. Что увидит его грядущего. И это будет. Но кто знает. Но кто знает. Кто из нас знает. Естественно, никто не знает. И поэтому Иисус говорит. Что так как никто не знает. Даже вот по этой причине. Мы должны молиться. Логично или нет. Поэтому молитва это не только способ выражения наших нужд к Богу. Но так же молитва это, мы молим, промалевым слово Божье. Чтобы оно исполнилось. Чтобы оно исполнилось. Прежде всего, чтобы его воля исполнилась в нашей жизни, в церкви, на земле. В следующей причине. Смотрите, что однажды Иисус вошел в храм. И вы знаете эту картину. Вы знаете эту ситуацию. И увидел, что там внешний двор в храме превратили в... Как бы в торговлю. И ревность в нём поднялась. И он, ну, в фильмах может видели и в Библии написал. Что начал все переворачивать. Все там... Разбрасывать все эти товары, там деньги. Там были эти... На нашем сленге это чейнджи. Да. И при этом он говорил. Что дом Божий, он во всеуслышание сказал. Что дом Божий должен называться домом молитвы. Для всех народов. Что дом Божий. Назовется домом молитвы для всех народов. Смотрите, есть пророчества, которые явно записаны. Которые должны бы исполняться. Но настолько люди бывают эгоистичны. Что они любят, чтобы они их пророчествовали. Они записывают, что о них там говорится. Кто-то пророчествует, записывают. И это не всегда. Что это пророчествует о людях. Это действительно пророчество или просто высказывание каких-то желаний. Потому что слово говорит, что если один пророчество, другие просто пусть рассуждают. Проверяю. Но написано, что мы имеем вернейшее пророчество. Но мы имеем вернейшее пророчество. И то, что нам открыто. Я удивляюсь, что мы не стоим. Даже не пытаемся некоторые, я не говорю о всех. Но есть люди, которые не пытаются, чтобы это исполнилось. Пророчество, что дом Божий должен быть домом молитвы. Дом Божий, как церковь. Дом Божий, как мы сами лично. Потому что посланник Анифина написано, что мы есть храм Духа Святого живущего в нас. Поэтому, прежде всего, я как храм, я как дом Божий. Должен отдавать себе отчет, прежде всего, что я делаю с этим храмом. Поверяю. 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 Пророчество, если я возьму на себя. Это. Что дом Божий есть дом молитвы. Насколько я верен этому слову и исполняю я это слово. Прежде всего, это приоритет. Дом Божий, прежде всего, дом молитвы должен называться. И не просто называться на словах. Но и на деле мы должны это показывать. Мы должны исполнять пророчество. А потом уже то, что она конкретно говорит в жизни и пророчествует за нас, мы будем, я вам скажу, мы будем успешны в этом. Это. И это. Я не знаю. Это. 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 Поэтому давайте смотреть в слово. И стремиться и исполнять Бог увидит нашу верность. Есть другие пророчества. Бог говорит, что я знаю намерение, которое имею о вас. Это тоже пророчество. Это в Еремии 29 главе. И что с этого? И там написано, намерение во благо, но не на зло. И в Шаронакву мне аселов. И в шаронакву мне аселов, бари, бари, царагрер депи бари, нво что депи чара. Что бы дать вам будущность и надежду. И люди берут и цитируют это. И все, точку ставят. Бог говорит, «Только я знаю намерения о вас, эти намерения на добро и не на зло, чтобы вам дать будущность и надежду». И все, «Аллилуйя» там, «Аллилуйя», «Слава Богу», «Бог имеет для нас». Но там есть продолжение. Чтобы это исполнялось, идите, молитесь, ищите моего лица прежде всего. Понимаете, есть пророчество, которое мы должны исполнять. Еще раз говорю, самое главное, приоритет. Иисус обозначил. Если мы говорим, что Он наш Господь, Он наш Господь или нет, значит, Он господин. Аминь. Мы его подчиненные. И всякий подчиненный должен, что? Исполнять волю своего господина. И это его слова. Что «Дом Божий» прежде всего, «Дом Малитвы» должен называться, и мы должны доказать это. То есть, молитвенная сознательность должна подняться в нашу жизнь. Тем более, как служители. Не просто, вот служители, значит, они должны молиться. Если не служители, нет. Потому что служители, тем более лидеры, они ответственны за всякие решения, за каждые действия, которые они предпринимают. Вот смотрите, Иисус для нас пример. Пример Малитвы прежде всего. Так или нет? Он избрал 12. Он ошибся или не ошибся? Нет. Ты можешь сказать, ну и Иуда там. Он тоже не ошибся. Потому что Писание должно было исполниться. Аминь. Но как Он их избрал? Прочитайте эту предысторию, что Иисус поднялся на гору, и всю ночь пробовал в молитве и бодрствовании. И после этого Он спустился, и избрал, кого отец ему искал. И после чего? После Малитвы? А мы иногда с легкостью какие-то решения принимаем. Я не знаю, что мы не сможем, чтобы истинные лечения. Но мы не сможем, чтобы истинные лечения не было. Но я лично дам ответ Богу за неправильное решение. И очень строгий ответ я дам Богу. Но люди получат награду за свою исполнительность. За свое послушание. Поэтому пусть страх Божий наполнит наши сердца, чтобы никакой решение или деятельность нашего действия не были бы без молитвы. Мы должны задуматься, что слава Богу, что Иисус избрал вот этих апостолов. Аминь. Но видим, что без молитвы он это не делал. Аминь. Теперь, мы думаем, что мы сейчас говорим некоторые практические вещи. Что, ну молитва, вот что слышим, так и молимся, и передается из поколения в поколение. Вы знаете, что молитвы нужно учиться. Вы знаете, что молитвы нужно учиться. Они могут даже учиться, они не могут не помнить. Но откуда мы это знаем? Но где мы узнаем? Это Библия написана. Это Евангелие от Луки 11. Первый стих. Случилось, что когда он, Иисус, в одном месте молитвы и перестал, один из учеников его сказал ему. Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Слушайте, что этот вопрос был задан уже где-то, если смотрим Евангелие, по хронологии, это уже 11 глава. Это уже достаточно времени прошло. От его деятельности. До этого, я сейчас не буду открывать, произошло много событий. Воскрешение мертвых. Чудеса размножения там хлебов и так далее. Исцеление. Как написано, когда он учил, проповедовал, люди удивлялись. Даже Фарисей говорит, что никогда этот человек, никогда человек не учил так, как этот человек. Но когда мы сворим, что он учил, он учил то же самое, что учили законники и книжники. Но когда он учил, что он учил, что он учил, он учил, он не просто пускал пыль в глаза. Он не просто пускал пыль в глаза. Просто красивые слова, там и так далее. Что говорили фарисеи, почему они так удивлялись? Исцеление. 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 И это написано, что один из учеников, когда мы внимательно читаем, спросил, научи нас. Это означает, не пришел, говорит, научи меня. Это значит, они сидели, посоветовали. Саи нишанаком был, что тема им уникали, разумеяли, поняли и послали кого-то, я написал конкретно кто. Ну, это послали. И это научи нас всех. Мы поняли, в чем секрет? Твоего служения, успешный. Если мы собираемся успешно служить. Если мы собираемся служить, прежде всего, я вам скажу. Вопрос, вопрос не только в том, чтобы просто служить, что-то исполнять. А вы знаете, что вопрос стоит дальше, глубже. Вопрос стоит в том, насколько это служение будет принято и благополучно Богу. У нас на одном из уроков, я более открыто это скажу. Да, сэрит, в одном из уроков я более открыто это скажу. Поэтому молитва, она способствует, чтобы служение было действительно имело плод и Бог бы принял это служение. Аминь. Поэтому не важно, что мы будем делать. Аминь. Тем мы будем служить. Главное, чтобы была слава Богу. Потому что Иисус, опять же, пример для нас. Мы не должны уходить от этого. Потому что в Евангелии от Иоанна 17 главе он говорит, «Атец, я прославил тебя» и исполнил то дело, которое ты мне поручил. Иисус дал нам ключ, что достаточно для ученика, чтобы он был, как учитель его. Что он сделал все возможное, чтобы не было бы дистанции, просто недосягаемости его деятельности для нас. Аминь. Аминь. И молитвы нужно учиться. И если бывает затруднение вопросов, вы можете обращаться к старшим церкви или другим опытным молитвенникам. Вы можете обращаться к старшим церкви или другим опытным молитвенникам. Но есть одна основная вещь. Потому что нет пределы познания Бога. Потому что нет пределы познания Бога. Есть молитвы, допустим, если люди уже давно служат. Их молитвы отличаются, должны отличаться. Ирина Бога. То есть сегодняшняя молитва, она должна отличаться от молитвы года назад или два. Ирина Бога. Ирина Бога. Есть такая песня. Каким ты был, таким остался. То есть никакого духовного развития нет. Затормозилось что-то. Какой-то запас был. И вокруг этого все крутится. Это может касаться проповедей. Каких-то советов и так далее. Достигли чего-то. Вы будете еще смотреть, учиться, как проповедовать. Ну, смотрите, молитва даже дает, это как источник для новых проповедей, новых откровений. Я не говорю о проповеде, просто меняем название, значит, новая проповедь. Это не так. Я не говорю, что вы победили, что вы победили. Это тоже самое. Вы меняете в местах и все. Да, вы победили. Как проповеде. Вы победили. Вы победили. В следующий раз. Вы можете все воскрепить. Вы победили. Вы победили. Вы голову, но не хвост. Вы победили. Кремль и ахминь. Вы победили. Вы победили. Избирайте и все возможное. А supply bread при этом. От следующего. Удивитеmedi actor,gelая без ножка, бали. Продолжение следует... 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 Аминь. Следующее. Да придет Царствие Твое. Пусть придет Твое Царствие. Это не просто пожелание. Это ходатайство. Молитва ходатайства. Что означает? Это означает пожелание. Не просто пожелание. Мы молимся. Я не пел. Я ноты не озвучил. Это ходатайство. Что значит пусть придет Твое Царство? Смотрите, мы молимся. Чтобы Царство Иисуса пришло бы в какую-то ситуацию, во-первых. Смотрите, когда есть какие-то стычки, военные действия. Что они делают? Они вызывают дополнительные силы. Простят. Да. Так или нет. То есть, когда это приходит, как бы вот это господство, оно начинает увеличиваться. И поэтому, когда мы видим, когда мы видим, что что-то не так, не поволе Божье, что-то случилось. Мы молимся именно вот так. Пусть будет царство придет, Господь, чтобы избежать опасности, чтобы избежать опасностей, для исцеления или возвращения жизни. Здесь места я не буду открывать. Это отдельная тема. Самое главное – это спасение, конечно. И хаарке калевоурагуина перкутюн. Спасение грешников. Мы прочитали Тимофею, да? Вот написано. За кого, Молица? За кого? За царей, за всех начальствующих. Чтобы проводить жизнь тихую безмятежную и так далее. Это хорошо угодно спасительному нашему Богу. И продолжение. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познанисимы. Это хадатайство. Мы молимся за страну, за людей. Самое главное – что? Хотите изменения в стране? От кого зависит состояние? Атмосфера в стране? Например, если взять страну, просто. Это действия. Что это за страну? Что это за страну? Что это за страну? По причине? По причине грешников. Так или нет? Мы хотим, чтобы изменилось. Мы хотим, чтобы избежать их спасения. И я не знаю, я не буду сейчас спрашивать. Если кто-то здесь раньше прошлой темной жизни. Если… Прошлой жизни. От него страдали какие-то люди. Есть такие люди? Давайте. Есть. Сейчас эти люди страдают или нет? Да или нет? Продолжают страдать? Почему? Что случилось? Потому что ты спасешь. Потому что за тебя кто-то молился. Может, ты знаешь, может, не знаешь. Так или нет? И вот такой же принцип, если мы возьмем страну за всю страну. Так или нет? Вот это ходатайство. Чтобы, когда придет твое царство, сейчас твоя жизнь Иисус царствует. Вот так же и во всех масштабах. Мы ходатайствуем, это вид молитвы. Прежде всего, чтобы люди спаслись. А мы не хотят защитить этих людей, которые вообще не в завете с Богом и не знают Бога. В смысле защитить? В смысле защитить? В молитвы мы просим прости, 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 прости Бога. Смотрите, Иисус на кресте, Он просил Отца, чтобы Он их простил. Да или нет? Он не просил благослових, защитих. Покажите в слове. Бог отвечает на грамотные молитвы. Мы можем делать вид, что мы молимся. Мы можем дать зеву, чтобы мы молимся. Птичку поставили, помолились. Да, да. Неркай, ахотец Иисус. Вопрос. А где результат будет или нет? От такой молитвы. Это ахотки, ретеванков, нечего. Нет, главное помолились. Нет, главное помолились. Все, все. А, главное, неркай, ахотец. Успокоили совесть. Да, хища срангиста, ахотец. Светку поставили. Мама варреле. Нет. Нет, а теперь нет. Главное. Мы видим цель. Мы упускаем из виду. Когда я слышу молитвы вообще... Аминь. Аминь. Который следует... Написано, Иисус на небесах, он и хадат истовует за нас. Так или нет? Что? Айз калруйцы, ретевуемые ирпыркчи, Иисуси, ориенакий, ворой еркенкум, барай хосу. Поэтому прежде всего мы должны молиться за родственников, за близких и всю страну. Если хватает веры и за весь мир. Парзо, если хават кет-херикума, наев амбухча ашхали хамар. Но написано, думайте о себе скромно, по мере веры, которую Богу... Аминь. Большинство, если мы... В этом случае, это... Прежде всего, это... Прежде всего, это... Аминь. Помним, что... Ты человек, который... ...будрость, он истанет за мир. Конечно. Мы говорим из всех святых, которые... Из всех святых... Ни которые на иконах. Не об этом. Мы... Наши... Павел говорит... Молит из всех святых. Говорит... ...могласит... ...могласит... Религия взяла и молится там, не знаю. Николай Угодник. Матриона великая какая-то. Я не знаю вообще. Сурп Николай. Николай Хачелин. Матрион. Он это антияли сурпы. Они же святые. А, нет, они сурпы, нет? Слово говорит молитесь за всех святых. Те, которые сейчас здесь на земле. Негативный хима, овки рапрум мэн, айс хаватататия жоговыртый хамар. Это Ефесианам 6 глава написано, за всех святых. Ефесианам 6 глава написано, за всех святых. Поэтому у нас есть молитвеные пункты церкви. Да, хамар мэн кел унэнк, я кэгэцюм, ахотки кетэр. За верующих. Ахватататия нэри хамар, айтпэз кетэриц мэнкэ дай. Следующее. Да буддит воля твоя. Толг линьи, кой канкэ. Понимаете, Иисус молился это. Да, буддит воля твоя, но не моя Господь. То есть я посвящаю себя. Это молитва посвящения. Мы всегда должны это помнить. Молитва посвящения, то есть всегда... Человек так устроен, что он отклоняется от каких-то... От воли Божьей в свою жизнь. Ты сможешь моменты, всё, ты выпал. Наймэз, не па, артэн, кэз, хайтнам беру мэц, дурс нэнгац. Да, пути выпал. Аз цуканкэ, кэз, хайтнам беру мэц, дурс нэнпэз. Господь, я снова, снова посвящаю тебя. Бояц тээр нориц у нориц яс, инц нэнвирумэм кэз. Знаете, когда ты больше посвящаешь себя, вероятность согрешений уменьшается. Гитэц, инчкан авэли ду кэз нэнвираберумэз, мэганчелу, хаванакануцюнэ гэналов нэвазумэ. Ты посвятил себя, ты помнишь. Согласен или нет? Потому что у тебя уже внутри это будет сидеть. Ты посвящаю, ты посвящен. И мы приходим к тому откровению, что Павел сказал, что вы куплены дорогой ценой. И вы не свои. Так или нет? Если читали, знаете, я не буду открывать. Написано, вы не свои. Там типа, у меня мое мнение, у меня это мое. Ну это твое мнение, у меня мое. Если мы в одном духе, мы соединяемся с Господом. И у нас будет мнение то, что у Господа, Бог говорит, мои мысли, не ваши мысли. И что делать? И где это написано? И в книге Исаии. Мои мысли не вашим мысли. И человек говорит, ну что делать? Что делать? Молиться. Попросите. Это его воля. Вот вам тема для молитвы. Господь, пусть твои мысли будут мои мысли. Тер, хантрумем, ворко хоруртнеры, кам мткеры, дарнан им. А какие мысли у человека? Написано, такой и он. Тервация, инчписин, мартум мткернен, айтписинел инкнер. Аминь. Такое его поведение, такая риторика и слова и все остальное. Айтписинел дарнуме нераварка, жестер, хосакцакан, аминь инчер. И поэтому это будет посвящение. Это молитва, вид посвящения, вид молитвы. Видите, сколько можно вот сесть на одном фразе, которую Иисус нам дал. Следующее, это прошение. Хлеб насущный, наш насущный, дай нам на сей день. Это касается физического, физических вещей. Там пища, питье, одежда и все остальное. И так же касается духовного, прежде всего. Духовного хлеба, который Иисус сказал, я ес хлеб сходящий с небес. Сошедший с небес. Иисус сказал, я ес ем еркангийц, и чайц хаца. Аминь. Это Слово Божье, которым мы питаемся. Мы просим. Мы просим. Мы просим, а кихта вещах, вид молитвы. Сайл, евэс агутки тесак, хантервацк. Исповедание, прости нам грехи наши. Это говорит, что хостованутиюн. А, теперь хантервуем их нераварка. Прости нам грехи. Это исповедание. Иисус мы согрешили. Сайл, что хостованутиюн. И ничь, который мельхкест гордзел. Нами написано, имеем защитника, Иисуса, хадатая. Прости нам. Измени нас. И так дальше. Нерир мез, похир мез, и в айтпейз шарунок. Не види нас в искушение и избавь нас от лукава. Митани мез порцюциан, айл азатир чариц. Это вид называется маленее. Са, артенк, гочвуме, агачанг. То есть, очень нужно. Тоже, как прошение, но очень нужно, вот. Яви твою милусть, Господи. Аминь. Чтобы мы не впали в искушение. Ни инпес. Те. Хэнтрумэнк. Ко, вогурмучиуна хайтнави мез, ворчангененэнк порцюциан мэч. Айзпес. То есть, малене. Альтен агачан, ка? И опять же, в конце. Аминь. Хвала, благодарение, прославление Господа. Говабанутиюн, парабанутиюн, улвавац тийрочи. Ибо твоё из царства и силы и слава вовеки. Аминь. Воро вретев коннэ, аркайючюнэ, зоручюнэ и паркэ, Хавитяныс, аминь. Аминь. Мы можем на этой фразе опять же много стоим. И, а, анкам, евэс, ка? Аминь. Айз хозкерий врая еркарканган. Твоё царство есть истинное царство, Господь. Айз инкэн, рэнц менак айззпес, вор, тэр, ко, аркайючюнэ, чешмарит аркайючюн. Твоя сила, это истинная сила. Ко, зоручюннэ, чешмарит зоручюнэ. И толька твоя слава ест истинная слава. И, аминь, ко, паркнэ, чешт паркэ. Понимаете, многом можно молиться. И даже, когда мы видим, что какие-то люди принимают славу себе, я говорю о церкви, я не говорю о мире. Мы можем просто молиться за это. Господь, не допустим, чтобы люди оказались варраме твоей славы. Только твоя слава ест слава. Потому что без тебя, без тебя мы никто, мы ничто. Написано слава человеческой, как цвет на траве. Который пожелтеет и все. Поэтому вот эта даже последняя фраза, это тоже вид молитвы. Мы можем молиться и просить, чтобы Бог был прославлен во всем. Мы можем молиться, чтобы Бог был прославлен во всем.